Всем привет, кто смотрит нашу трансляцию. Это Навальный. Я только что пришел с Пушкинской площади, где я был. Это траурные акции. Была большая делегация фонда борьбы с коррупцией. Мы там больше часа были. Вот сейчас я вернулся. Зашел забрать рюкзак в офис, а тут наша замечательная команда, которая ведет трансляцию, меня взяла в оборот для того, чтобы я для вас немного прокомментировал то, что происходит. Но когда мы были на Пушкинской площади, там было очень много народа. Вот сейчас я по картинке вижу, что все-таки люди немного разошлись. Довольно холодно. Ты там находишься в таком плотном забитом автобусе практически сразу после выхода из метро. И вот просто медленная попытка добраться до эпицентра митинга, где горящими свечами выкладывают слово Кемерово. Это занимает где-то 30 минут. Занимало тогда. Большая часть людей даже не может подойти и положить цветы. Просто их передают. Так много людей собралось. Ну, понятно, какое настроение на этом митинге. Все очень грустно и все осознают эту трагедию. Интересно, что возникла такая стихийная дискуссия. Вот вы, наверное, видите сейчас в трансляции, какие-то люди молчат, какие-то скандируют. Потому что действительно кто-то пришел и просто начал скандировать Тулееву в отставку. Кто-то пришел и начал скандировать Путина в отставку. Я считаю, что люди, раз они это чувствуют, они совершенно правильно так делают. В конце концов, если в Кемерово скандировали Тулееву в отставку, ну, почему нельзя скандировать в Москве? Ну, есть какая-то часть людей, которые считают, что не очень-то уместно на митинге памяти вообще что-то скандировать, а проразглашать политические лозунги. И нельзя сказать, что это прям спор какой-то большой на эту тему. Ну, какая-то дискуссия такая стихийная есть. Потому что, как и на любой стихийной акции, ну, в принципе, не очень понятно, что делать. На этой понятнее, чем на всех остальных, потому что это акция просто акция скорбия. И, в общем-то, главная идея просто прийти и стоять. Напишите какие-то мне вопросы в комментариях этой трансляции. Может быть, я отвечу, пока я здесь. В каком-то городе спрашивают люди. Это в Москве, конечно. Эта трансляция называется Кемерово. Внизу плашка Москва. Это акция на Пушкинской площади, около памятника Пушкину в Москве. Гавального Вашингтон пишет. Мне это интересное такое заявление. Интересно, что никто не пишет Тулеева Вашингтон или главой МЧС Пучкова Вашингтон. На самом деле, ведь то событие, которое и привело к вот этой, и к трагедии, цепочка событий, и к нынешнему митингу, это безусловная ответственность власти. Но послушайте, никто даже не пытается утверждать, что Тулеев поджигал там поролон, но в конце концов государство сделало систему противопожарной безопасности. Эта система противопожарной безопасности, очевидно, не сработала. Мы можем там спорить, что произошло там конкретно, но безусловно система не сработала, раз были такие огромные жертвы. Это первая в дальнейшем государственная система информирования. Работа с родственниками, очевидно, не сработала. Поэтому я считаю, что не меня в Вашингтон, а Тулеева и всех остальных на скамье посудимых. Так, кто тут еще что-то пишет? Аскандирует вот сейчас, может быть, мы звук дадим? Скандирует Кемерову, мы с тобой, но это то скандирование, которое все, безусловно, поддерживают. И еще такие типичные лозунги «Долой трусливую власть». Я так понимаю, что прямо сейчас на митинге скандируют «Долой трусливую власть». Люди приходят и уходят. Такой довольно большой зазор для этого митинга временной был дан с 19 часов до 22. Связано с тем, что в Москве все-таки конец рабочего дня довольно размыт у многих. И там многие работают до 8 часов вечера. Так, смотрю еще, что вы мне пишете в чате по трансляции. Там Путин не оставил, пишите. Я не знаю, что 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 я не знаю. Но я хочу записать ролик про Кемерову, но нужно просто только понять, какой это должен быть ролик. Он может быть, с одной стороны, уместный в этой трагической ситуации во время траура. С другой стороны, уже много очень сказано, сколько там какая-то трагедия, выражено соболезнование. Сейчас, мне кажется, надо говорить в том числе слова о том, кто во всем в этом виноват, и что в связи с этим нужно делать. Потому что, обратите внимание, даже сегодня у Кемерово люди скандировали правоотставку. Эти семьи, родственники, они перенесли огромное горе. Сейчас они, конечно, требуют возмездия. Они требуют не только слов соболезнованного, они требуют слов каких-то о том, кто те люди или та часть системы, которая отвечает за то, что их родные и близкие погибли страшной смертью. Он первый, потому что там, и он с нами. На время был в США, у Путина дети в Европе. Ну, сейчас у Путина дети уже не в Европе, но смысл, конечно, это не меняет. Дети российской литы находятся в тех странах, где при пожарах гибнет гораздо меньшее количество людей, чем в России. Раду! 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 Слушай меня, я думаю, я послушаю, что я покажу. В России, в Москве, в Москве. Нас отвечают на вашего вопроса. Алексей спрашивает на Вита Леусов, веришь ли ты в 64 погибших? Ну слушайте, я реально нахожусь в замешательстве, в таком же, как я. С одной стороны, властям, оно было бы глупо, если бы они пытались скрыть сотни погибших. В другой стороне, глупы и родственники, мы же сейчас точно совершенно знаем, что это настоящие химировчане, в том числе родственники погибших, утверждают, что их количество совсем другое, 64. После каждой трагедии возникают подобные роды слухи, но мы видим, что власть как-то, во-первых, не пытается эти слухи эффективно развенчать, а во-вторых, поскольку эта власть все время врет. Верить невозможно, поэтому я не хочу верить в то, что 64 погибших сегодняшние, я не могу исключать ничего, когда у меня делалось насильство в Москве, в Кемеровской части, в Кемеровской части, и пишут, что меня не слышно. Пишут, что Алексея вас не слышно. Пишут, что Алексея вас не слышно. И мы будем надеяться, что им хоть немножко легче ее перенести, когда они видят солидарность всей страны.